Доброго времени суток, друзья! У меня для вас всякие разные интересные новости. Внезапно случилось невозможное. На супертесте все-таки один из наградных танков, который, кстати, появился недавно, называется он UDIS 03 Alta 3, но это Швеция 9 уровень СТ, акционный танк с механикой гидропониматической подвески. И, собственно, его апнули. Невероятно, но факт. Я просто удивлен этому, потому что обычно, собственно, разработчики нерфят танк. Но тут произошел довольно неплохой ап. Скоростреленность орудия была 6.01, стало 6.59, заряжение орудия было 9.99, стало 9.10, средний урон минуту был 2.163, стало 2.373, и мощность двигателя была 540, стало 600. Также уделенная мощность была 18, стало 20. В общем, довольно неплохо то, что апует. Я считаю, что такие вот наградные танки, наоборот, нужно делать годными. Я не говорю, что сверхимбалансными, которые карают рандом, но они должны быть действительно годными, чтобы было приятно сражаться за них, чтобы, в общем-то, была мотивация участвовать во всех этих многочисленных ивентах, которые ВГ проводит. И тогда, я считаю, и онлайн будет выше ИВГ, от этого будет выгоднее игрокам, тем более. Далее, очередной скриншот мне прислал игрок, где он нашел в ангаре вот такую вот машину. Это Waffenträger Auf E100P. При этом, что стоит отметить, это полноценный танк 10 уровня. Это премиумный танк, который вы можете видеть, он больше опыта зарабатывает, больше также серебра фармит, и лучше прокачивается экипаж, и можно пересадить без штрафа другой экипаж с других ПТСА у немецких. И это означает, что есть вероятность, что Waffenträger будет снова 10 уровня. Карл. И это, конечно, будет полная жесть. Кстати, разработчики давным... Давно, ну как, не так давно это было, может быть, где-то в этом году, сказали, что, а почему бы нам не ввести премиум танки 9-10 уровня? Ну а что, уже как бы восьмерки не особо так пользуются спросом, как раньше, а семерки и шестерки вообще практически не покупают. Ну, игроки в основном в марафоны упарываются, и там прем танки пытаются добрать. И крайне редко что-то приобретают, именно что связано с премиум танчиками. То есть уже дураков не так много осталось, которые покупают. Непонятно, какие танки, непонятно, с какими характеристиками. В основном, игроки сейчас трижды подумают, прежде чем купить танк. И он должен быть действительно годным и интересным. Ну и, собственно, это правильно совершенно. Ну и, конечно, Wargaming может в 2020 году все-таки ввести в игру премиум танки 9-10 уровня. Я лично убежден в том, что это произойдет. Потому что, ну, это очевидные вещи, и можете считать, что я сошел с ума, но это будет, 100% будет, потому что к этому игра, похоже, и идет. Пишите в комментариях, что вы думаете. Кстати, я вспомнил еще там один ответ разработчика, где говорилось о том, что как раз вот эти вот все многочисленные танки 9-го уровня, акционные, которые выдаются игрокам по ивентам, это, по сути, всего лишь ничто иное, как альфа-тест премиум танков 9-го уровня полноценных. Но только без полноценного уровня фарма, то есть это акционные танки. Но, тем не менее, это тоже такой вот своеобразный тест от Wargaming. Вообще, у меня иногда складывается ощущение, что мы все находимся в какой-то экспериментальной, так скажем, игре, где над нами проводят какие-то постоянно опыты, и Wargaming постоянно ищет, как бы сделать что-то интересное или весьма даже захватывающее. На самом деле, нет. На самом деле, сделать то, чтобы мы задонатили, конечно же. Далее, стоит отметить, что стали известны подарки Twitch Prime. Это тоже годная тема, я считаю, потому что за каких-то там 100 рублей, а у меня, если покупаешь там посылки, то, как правило, это еще и дешевле выходит, можно получить очень годные фишки для своего ангара. Например, вот такой вот красивый камуфляж, весьма даже годный, я считаю. Также еще и другие плюшки известны, такие как, например, СТРВ-81. Это средний танк Швеции. Ну, по сути, та же Прима Виктория, только без вот этого камуфляжа и экипажа. Также в аренду дастся на 14 дней танк Panzerkampfwagen IV Schmalsturm. Это средний танк шестого уровня, премиумный. Конечно же, больше задач на Х5. Всякие вот такие вот мелкие наклеечки на танк. Также новая месячная медаль Снегопад. Медаль, выдаваемая участником акции Прямой Эфир. Ко всему прочему, дадут специального суперобученного командира, девушку-танкистку с очень даже хорошими прокачанными перками. Так что, в целом, халява весьма даже годная произойдет. Ну и когда же это все можно будет получить? Скорее всего, начнется это 23 декабря. Можно будет заполучить данные плюшки. И, собственно, могу сказать, что если вы не получили с прошлого месяца плюшки, то, как бы, рекомендую все-таки дополучить их. А вот объявляем победителей розыгрышей разнообразных, которых в последнее время проводится мной очень много. Вот, например, человек выиграл премиум танчик все-таки. А именно это Кэр Нарван Экшн Икс был. Собственно, уже ему отписал. Скоро получит свой приз. Также стоит отметить, что многие вот игроки мне пишут такое вот, что с первой коробки сразу же они выигрывают премиум танк. То есть, это, конечно, невероятно кажется, но и такое случается. У меня, наверное, какие-то прям особые коробки, из которых я сам нифига не вытаскиваю, но мои подписчики по премиум танку спокойно себе ухватывают. Так что участвуйте в розыгрышах. В этом видео, естественно, разыгрывается голда и плюс новогодняя коробка. Для участия нужно досмотреть данное видео до конца и в комментарии указать свой игровой ник. Не забудьте обязательно комментарий, написать такой вот более-менее осмысленный, потому что я комментарии реально читаю, проверяю. И даже если человек выиграл рандомно, бот его выбрал по всем параметрам, и оказалось, что, собственно, комментарий подозрительный, может быть такое, что приз даже будет переразыгран. И, собственно, вот победители, которых вы можете видеть на своих экранах. Также, если вы хотите, поучаствуйте в дополнительном розыгрыше 5000 золота на сайте воткит. И также можно выиграть самые ценные премиум танки 8 уровня. Это вообще сделать без проблем можно на этом сайте, а используя мой промокод это будет еще более выгоднее. Также все чаще в интернете ходят слухи, что начало черного рынка будет 25 декабря. Я с такой уверенностью не могу сказать, что оно будет в этот день, но многие все-таки утверждают, что будет на Рождество, собственно, черный рынок, потому что в трейлере музыка такая рождественская. Не знаю, так ли это, но в принципе, если так и произойдет, ну, то есть в Рождество это у нас, ну, или 7 января, получается, или 25 декабря. Ну и, кстати, как раз будут заканчиваться основные предложения вот этого новогоднего календаря, и будет что-то совершенно новое и уникальное. Так что будем смотреть. В любом случае, сейчас пока есть время фармить серебро, потому что вот сегодня продавали Корнерван Иксшин Икс, и я вспомнил, что этот премиум танк мне достался чуть ли не даром, то есть я его приобрел за серебро в свое время на черном рынке, о чем, в принципе, не пожалел. Танк я применял в линии фронта, правда, в основном, потому что в рандоме не всегда он заходит, но, тем не менее, я доводен. И я лично подготовился, уже почти 30 миллионов серебра накопил, и планирую еще больше фармить, так что и вам рекомендую, дабы, собственно, ну, не попасть в такую ситуацию, когда патч выходит, а вы такие, опс, а серебра-то нету, ну, еще про свободку, можно там, как бы, немножечко подумать и тоже ее поднакопить, но я бы вам рекомендовал бы ждать акции, которая должна скоро состояться, акция на перевод опыта свободного, то есть золото в свободку по более выгодному курсу, чтобы не попасть в просаг, потому что если сейчас начнете тратить золото, переводить его в свободку, это будет невыгодно, я крайне не рекомендую так делать, лучше возьмите и, собственно, подождите немножечко и тратьте уже золото на свободку, если вам это, конечно, вообще требуется. Также, что стоит отметить, конечно же, ну, очень давно не было каких-то значительных скидок, и как-то получается немножечко жиденько со стороны варгейминга, то, что даже вот эти вот акции, ну, классические новогоднего наступления отменили, когда можно было выбрать танк по скидке, и единственное пока что, что на календаре у нас маячит, это скидки в январе на танчики, но все-таки могут разработчики устроить новогоднюю такую распродажу, скорее всего, она будет, поэтому, опять-таки, держим серу, не тратим ее и экономим для черного рынка, ну, или хотя бы для распродажи разнообразных танков. Также еще у нас все-таки довольно много времени, то есть именно дней, в которых еще неизвестны предложения, четыре предложения, но одно из них, я могу сказать, должно вас порадовать, к сожалению, не могу сказать, но оно действительно должно порадовать многих игроков. Как я и сказал, сегодня довольно неплохой танчик, как Carnarvon Action X, вот действительно стоит, собственно, присматриваться к танкам, которые продаются за золото. На мой взгляд, тоже весьма выгодно. На этом все, друзья, спасибо большое, что досмотрелось данное видео до конца, желаю вам хорошего настроения, праздничного, можно так сказать, уже, и крепкого здоровья. Всем удачи вам! Субтитры сделал DimaTorzok